МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город растет. Количество жителей и, соответственно, автомобилей тоже растет. Практически в каждой семье по два железных коня. Однако чем больше становится авто, тем сложнее найти место для парковки. Дворы многоэтажек переполнены. Здесь, как говорится, даже яблоку упасть негде. Для решения таких проблем давно придуманы паркинги. Уютно, тепло и безопасно. А инвестировать в паркинги выгодно. И я попробую вам сейчас это доказать. Вот на этих самых паркингах можно бизнес поставить на рельс. Паркинги пока еще не особо популярны у нас, в Казахстане. Хотя за рубежом бизнесмены охотно вкладывают в это средства. Почему отечественные не хотят этого делать? Боятся рискнуть или просто еще не до конца понимают, есть ли в этом выгода? Кто же все-таки возьмется их строить и сколько это потребует финансовых вложений? Уровень инвестиционной привлекательности паркингов зависит от нескольких факторов. Во-первых, это, конечно, место расположения паркинга. Во-вторых, это приближенность данного паркинга к местам притяжения автомобилей. То есть это бизнес-центры, торговые центры, административные здания и так далее. В-третьих, это, конечно, сам проект, по которому строится паркинг. То есть наличие в нем каких-то сопутствующих, дополнительных услуг, количество этажных, количество машин на место и так далее. Сейчас в столице зарезервировали 154 земельных участка для автопаркингов. Большая часть из них находится в старой части города. По принципу государственно-частного партнерства в ближайшее время планируется построить 10 объектов. До конца первого полугодия будет проведен конкурс, в ходе которого и определится компания-строитель. В настоящее время мы ведем переговоры с несколькими крупными иностранными компаниями, которые имеют огромный опыт в строительстве паркингов за границей. Помимо этого мы ведем переговоры, проводим встречи с казахстанскими компаниями, которые с недавнего времени начали проявлять интерес к такого рода проектам. Интерес со стороны иностранных инвесторов больше. Почему? Потому что за границей строительство паркингов, то есть у них существует опыт в данных проектах, существует интерес, существует спрос на паркинги. У нас это направление немножко пока не развито, но сейчас как раз такой момент, когда начинается развитие. По закону о концессиях инвестор может рассчитывать на 7 видов государственной поддержки. В случае, если инвестор изъявил желание построить паркинг за свой счет, то Акимат предоставит земельный участок и подведет коммуникации. Теперь подробнее о строительстве. Мы решили проехать на один из строящихся объектов и посмотреть на процесс возведения многоуровневого паркинга изнутри. Вот это наш строящий паркинг. Он еще строится, находиться здесь небезопасно, поэтому прошу одеть каску. О, спасибо. А какова площадь этого паркинга? Так, ну, порядка 4,5 тысяч квадратных метров. А, получается, на сколько машин рассчитано? 269 машиномест здесь. У нас здесь 4 уровня. Один подземный, 69 машиномест. Первый этаж 60 машиномест. И второй, третий этаж по 70 машиномест. А, получается, эти все места не продаются или сдаются в аренду? Нет, это все продаваемые места. И сколько стоимость? Порядка 16 тысяч долларов одна машиномест стоит. А скажите, а стоимость такого паркинга, чтобы построить, сколько нужно средств? Ну, порядка 4 с лишним миллионов долларов. Вот это данный паркинг. А вот именно 4 уровня, да? Да, ну, в нашем варианте. А конструктивные особенности какие вообще? Ну, основание, свайные фундаменты, ленточные фундаменты, жезобетонный монолитный каркас, заполнение спритерного влока, кирпича. Снаружи, видите, отделка фасада у нас натуральный природный камень. А по срокам, чтобы построить такой паркинг, по времени сколько примерно? Ну, не менее года. Не менее года надо. В зависимости от конструктивов, от этажности и так далее. Вот наш паркинг будет уже в четвертом квартале этого года сдаваться. То есть мы это сделаем. А вообще вот по поводу выгоды. Зависит ли вообще, вот, допустим, сезонность влияет как-то на прибыль? Ну, в целом сезонность на прибыль не влияет. Прибыль складывается из других факторов. Если, конечно, будут предоставлять земли, допустим, на каких-то льготных условиях, или, может быть, вообще это хорошо, если бесплатно дадут, только для того, чтобы построить паркинг, конечно, будет выгодно. Исходя из всего вышеизложенного, я сделала следующие выводы. Строительство паркинга вам обойдется в 2 миллиарда тенге. Час аренды от 70 до 100 тенге. То есть одно место принесет 2 400 тенге. В год это будет 876 тысяч. А если паркинг будет рассчитан на 500 мест, тогда прибыль составит 438 миллионов. Из них 150 миллионов пойдут на ком-услуги и зарплату, а остальное – ваш доход. Все расходы вы окупите примерно за 7 лет. А если на территории паркинга еще построите СТО по мелкому ремонту или автомойку, естественно, согласовав соответствующими органами, то срок окупаемости сокращается, а прибыль растет. Любой человек хотя бы однажды представлял себя обладателем большого состояния. Мечтал о личном водителе и дорогом авто. Вопрос, как стать богатым, задавал себе практически каждый из нас. Один из самых успешных предпринимателей Америки нашел ответ и готов поделиться с вами своими секретами. В программе «Коммерческие тайны» основатель и генеральный директор компании «Коблоджар» – Джефф Хоффман. Джефф Хоффман – опытный предприниматель и международно признанный новатор. Он прошел путь от создания первого маленького стартапа в студенческие годы до работы в Совете по инновациям и предпринимательству в Белом доме при президенте США. Он является соучредителем проектов Priceline.com, Ubit.com и College R. Мы не могли обойти стороной факт его приезда в Астану и попросили дать интервью нашей программе, чтобы поделиться секретами ведения успешного бизнеса. Господин Хоффман, добро пожаловать в столицу. Спасибо. Мы решили прокатить вас по Астане на таком дорогом автомобиле. Как вы думаете, должен ли успешный бизнесмен уставлять на показ свое состояние? Ну, я бы не утверждал, что это показуха. Я верю, что успех вдохновляет людей, мотивирует их. Все это надо для того, чтобы они не переставали мечтать, усердно работали. И в итоге каждый, глядя на свою дорогую машину, мог сказать себе, я это заработал сам, я смог это сделать. Так что я думаю, да, бизнесменам нужно показывать свое состояние для того, чтобы мотивировать других на успех. Расскажите, каким способом можно заработать первый миллион? Важно понимать, что заработок придет только в том случае, если вы будете всегда прицелены на нужды своего потребителя. Если вы начнете интересоваться предпочтениями ваших клиентов, вы всегда сможете предоставить им услуги, за которые они вам заплатят. Это звучит безумно, но вы будете успешны, потому что ваши клиенты скажут вам, что нужно делать. Всегда делай то, что умеешь делать лучше всех. Будь нацелен на свои лучшие качества. Какие три самых важных совета вы сможете дать для начинающих бизнесменов? Я часто вижу в бизнесе людей, которые начинают свое дело и в итоге прогорают. Они начинают анализировать, почему их бизнес не приносит им прибыли. А все дело в том, что они не предлагают то, что нужно потребителям, что может решить проблемы клиента. Так найдите проблему, которая волнует мир, и люди вам заплатят за ее решение. Второй мой совет заключается в том, чтобы построить хорошую команду. Главная проблема бизнеса – это не дефицит стартового капитала, а дефицит талантливых сотрудников. Поэтому, куда бы вы ни пошли, всегда знакомьтесь с новыми людьми, пообщайтесь с ними. Возможно, среди них вы найдете своего таланта и построите команду. Ну и третий мой совет – найдите своего наставника. Для каждого человека очень важно наличие учителя, который будет подгонять его, который поможет избежать многих проблем. Все ваши усилия, сделанные вами до того, как вы пойдете просить денег, увеличивают ваши шансы получить их. Вы затронули важность построения сильной команды сотрудников. Скажите, пожалуйста, на что стоит обращать внимание при выборе рабочего персонала? Важно в компании иметь корпоративную культуру. Там пропишите качества людей, которых вы бы хотели нанимать на работу, что их заботит, какие у них ценности в жизни. Это намного важнее того, что написано в резюме, ведь на бумаге можно написать что угодно. Я за свою практику научился одному. Не обязательно знать о человеке все. Если вы увидели в нем набор качеств, которые устраивают вас, и будут полезны для вашего бизнеса, смело берите его в свою команду. Я люблю людей, которыми движет страсть, но не деньги, потому что деньги никогда не смогут стать смыслом вашей жизни. Какие сферы бизнеса выгодны для инвестиций на данный момент? Сфера мобильной связи сейчас самая выгодная для инвестиций, и это естественно. С каждым днем мы все больше и больше используем разные мобильные приложения. Соответственно, много инвесторов вкладывают свои деньги на разработку полезных приложений для смартфонов. Есть и другие секторы бизнеса, в которые требуется вложение денег, например, телемедицина или передовые технологии в здравоохранении. Обеспечение качественной медицины является важным вопросом во всех странах мира, в особенности для развивающихся стран. Сейчас в глобальном бизнесе развивается новая тенденция инвестирования, как влиятельные инвестиции. Это подразумевает вложение денег бизнесменами в социально ориентированные проекты, чтобы их деньги влияли на решение проблем социального характера. К примеру, решение проблемы нехватки питьевой воды в странах третьего мира. Это хороший наглядный пример. Вы много раз озвучили слово «успех». Скажите, что это для вас значит? Когда вы озвучили слово «успех», в моей голове автоматически прозвучало понятие «уважение». Заработать уважение окружающих – вот показатель настоящего успеха. Потому что уважение – не купить никакими деньгами. Вы можете приказать людям, дать им денег, чтобы они вас уважали, но они не будут этого делать. И когда мне однажды сказали «я вас уважаю» и для меня важно ваше мнение, я понял, что это те слова, ради которых стоило работать всю жизнь. Позвольте мне поблагодарить вас за то, что уделили нам время и поделились советами с нашими зрителями. Я уверена, что каждый извлек полезное для себя из нашего интервью. Спасибо вам. Мы действительно рады были видеть вас в Астане. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча. И следующая состоится уже в Нью-Йорке. Окей, договорились. Буду рад вас видеть, ребята. И вы пригласите. Мне понравилось высказывание Джеффа Хоффмана о том, что делать нужно только то, что ты умеешь делать лучше всех. Следуя такому принципу, можно завоевать не только внутренний рынок, но и стать экспортером своих товаров. Об этом наш следующий материал. Сегодня готовую продукцию «Made in Kazakhstan» можно найти на прилавках почти во всех странах СНГ. Рост объемов экспорта произошел в том числе за счет господдержки. Национальное агентство по экспорту и инвестициям разработало целый пакет инструментов. Для начала вам предложат стать участником специализированной международной выставки, оплатят стоимость авиабилета и проживания в гостинице. Расходы по оснащению стендов и затраты на аренду площадей также берет на себя государство. Предусмотрено даже возмещение части средств, потраченных на рекламу. Производителю остается презентовать свою готовую продукцию потенциальному зарубежному покупателю. За четыре последние года мы обеспечили участие более 133 отечественных производителей в 82 зарубежных профильных выставках. Были заключены экспортные контракты на общую сумму 1,3 млрд долларов США. Охвачена господдержкой более полторы тысячи предприятий. Перечень инструментов господдержки будет расширяться. Параллельно будет увеличиваться список рынков сбыта казахстанской продукции. К примеру, на 2014 год запланировано пять торговых миссий в города России, Центральной Азии, Ирана и Афганистана. Как пример, в географии нашего экспорта готовых товаров следующее. Порядка 30% готовых товаров казахстанского производства экспортируется в страны таможенного союза. Около 30% также экспортируются в другие страны СНГ. Мы видим тенденцию, когда наше готовое продукцию начинает покорять и другие рынки. В Национальном агентстве по экспорту и инвестициям убедительно просят прогнозировать экспортный потенциал вашей продукции еще на стадии планирования бизнеса. Рынок безграничен, а значит и круг потенциальных покупателей огромный. К примеру, Центральная Азия – это 50 миллионов человек. Таможенный союз – еще около 170 миллионов. В общей сложности – 220 миллионов потенциальных покупателей казахстанской продукции. И это только начало. Если у вас есть бизнес-идея, но вы все еще сомневаетесь, обращайтесь к нам, и мы вместе почитаем, стоит ли в это вкладывать деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова